итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим вот и пролетели 20 недель незаметно сегодня начало двадцать первой недели и мы идем в клинику ну может быть с этого раза мы узнаем пол ребенка но это неважно главное чтобы все показатели были в норме вы знаете был здоров а какой уж там пол это неважно я за это больше переживаю самочувствие у меня прекрасно единственное что сегодня у нас резко похолодание случилось поэтому я в тепленькой курточки потом как-нибудь покажу в обзоре что за курточка такая новенькая она у меня а вот ну в общем сейчас уже спешу бегу и вернемся тогда уже расскажу в подробностях что и как прошло а вот вот такая вот у меня значит фигура вот такая фигура кстати потом вернусь и по поводу фигуры а тоже расскажу что к чему и почему потому что уже некоторые там наезды на меня начались может быть вы думаете что я какая-нибудь больная на голову анорексичка которая при беременности сидит на диете нет хотя что откладывать давайте сейчас расскажу давайте простая арифметика каковы шансы у вас увидеть меня значит толстый да вот если кому-то психологически трудно воспринимать меня худой им кажется что я плохо ем вырежу себе и ребенку не понимаю важность хорошего питания я просто на самом деле очень хорошо давайте прикинем да если женщина там среднем забеременность набирает там от 10 до 20 килограмм то давайте к моему стартовому весу прибавим там 10 15 20 килограмм я входила в этот в это положением весе 46 килограмм прибавим 10 это будет всего лишь 56 до прибавим 14 14 это будет всего лишь 60 то есть я не стану толстая может быть стану более такой сочная более как бы секси понимаете вот такая вот я стану вот так что ну как бы я понимаю что некоторым психологически типа ну как то трудно они думают что ну что такое когда же я начну менять немножко менять немножко меня вот тут жирок под нарос видно не видно вот счет немножко поднаросли немножко с бачков вот тут вот кстати талия как ни одна девушка начал как ты беременна какая талия да вот же талия вы посмотрите это никак не влияет я кстати смотрела другого блогера она при такая пышка но у нее видимо тоже талия от рождения несмотря на то что она там под конец весело килограмм 8 и все равно их талия какая то ли кстати у меня в талии уже 88 сантиметров прибавка то есть было 60 в начале сейчас меня талия вот моя вот это вот талия 68 сантиметров вместо 60 так что все растет да на предпоследнем вот узи вес ребенка определялся в пределах 155 грамм что по нормам по таблице да там 140 он 155 то есть даже написать на 15 грамм полнеет так что он кушает очень хорошо пойдемте узнаем как у него дела там так ну что вот я докладываю обстановку как сходили как все прошло начну конечно с хорошей новости потому что такие ну как бы плохие или я не даже не знаю как идентифицировать эти новости но они тоже как бы есть пока не знаю как к этому относиться короче ну ладно как есть так и есть хорошая новость для меня и для моего мужа потому что он ну просто безумно счастлив нам наконец-то сообщили пол ребенка в прошлый раз это не удалось знать очень он у нас уж очень активно себя вел наш ребенок ничего не хотел значит показывать прошлый раз в этот раз все получилось все удалось буквально в первые же секунды доктор сказал нам что у нас тогда тогда дочка да муж просто был счастлив потому что он в приоритете у него была именно . не знаю почему но как бы он всегда говорил что хочет дочку чтобы вот как я была тоже хотел так сказать размножить свое счастье чтобы вместо одной любы у него было 2 а вот кстати в моем первом браке была та же самая ситуация мы в первом браке с моим бывшим мужем детей не планировали но когда он об этом вскользь говорил про наше будущее что вот если в будущем мы захотим детей то он бы хотел маленькую любочку как то вот в этом плане они схожи то есть приумножить количество так сказать как выразился мой муж принцесс в доме вот поэтому безумно счастлив ну что я ну я просто восприняла это с улыбкой типа ну я же вам всем говорила что мне девочки чего мне там навязывали рассказывали предсказывали мне пацана я не скажу что для меня это было как-то принципиально но просто как-то вот была какая-то убежденность что у меня девочка и все и когда мне говорят у тебя там мне кажется что у тебя мальчик и думаю да ладно господи отстанька у мальчик материнское сердце мне подсказывает что у меня девочка и это никак не связано с каким-то моим внутренними нас внутренним настроем или внутренними пристрастиями потому что знаете в детстве я не относилась всем девочкам который там играет в дочки-матери любят там куколок нянчить переодевать я вообще куколок не особо любила я любила плюшевые игрушки там медвежат всяких зайчат и не в дочки-матери ни в какие я не любила играть и никогда мне не было мысли вот обязательно хочу девочку буду наряжать красиво платье и заплетать ей там косички делать прически разные нет то есть вот как-то нейтрально но просто вот в данном случае мне казалось что у меня будет девочка вот так получилось это хорошо также уже был вопрос в комментариях про имя какое имя мы планируем для ребенка думали ли мы об этом мы думали и почему-то у нас опять-таки было готово имя для девочки это очень непростой вопрос когда речь идет о такой интернациональной паре когда вы одна культура муж другой культуры именно в вашей культуре вашем языке принципиально звучат иначе чем именно в культуре языке вашего мужа и то что для вас звучит красиво для него звучит как катастрофа или то что для него звучит приемлемо для вас звучит как-то странно например нашего двоюродного племянника зовут даун да имя произносится начиная с фамилии вот он у нас и даун и мне бы было странно назвать ребенка как-то так допустим мой родной даунчик иди сюда мама тебя обнимет понятно что в нашей культуре это имя ассоциируется с нехорошим диагнозом и как-то не у одной матери русскоязычный разговорящий к этому имени допустим не будет лежать душа и много других имен которые звучат странно поэтому я сможет рассказал так по-хитрому говорю давай как бы не нашим не вашим давай по-честному имя не будет корейским имя не будет русским просто давай выберем какое-то иностранное имя чтобы никому не обидно и чтобы ну и мне нравилось и для тебя легко произносилось и воспринималось людьми здесь тоже достаточно легко и благозвучно вот была такая уловка с моей стороны первоначально у нас было такое универсальное иди универсальное имя для мальчика для девочки марион марион это француз имя французского происхождения и в принципе если не вдаваться в подробности сгодится и для мальчика и для девочки как я уже сказала имя произносится сначала имя произносится начиная с фамилии да загранпаспорте и на русском языке фамилия моего мужа звучит как ли но здесь произносится как и да то есть это и марион или и марион девочка и марион или мальчик и марион французской но он сказал что вот может быть школе будет трудно будут дразнить напоминает вот это вот марион напоминает марио игру персонажей из игры типа нет в общем я говорю ну давай просто может быть сократим если будет девочка назовем мария анти мальчик подумали как назвать в общем мария для них это тоже понятное имя потому что это все таки связано с религией и ну мария да да мария в принципе хорошо пишется легко произносится мария но совершенно неожиданным образом потом это все сменилось на совершенно другое имя который язык и закрепилась за нашим ребенком хотя мы чуть не знали полную ребенку уже присвоили это имя какое да 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 немножко интриги у нас кот есть его зовут луна луна кота зовут луна корейский кот подобранный возле корейского супермаркета и мой муж слышал как я к нему в общем обращаюсь разными всякими именами но для нашей культуры это нормально да например у нас на люба любовь люба любочка люба не любашка да там любого даже некоторые говорят там или лена да леночка еленочка там леночек ленусик то есть в корее такого нет ну и соответственно я как бы общаясь с кошками да с луны и сариной время от трансформи трансформирую их имена и он услышал как я вот постоянно в адрес кота употребляю одно и то же какое-то слово он первое время не интересовался значением этого слова то есть он лунокот я его называю иногда там луняша луша люсик люсёк люся ну вот так вот да такие вот домашние приколы у нас и он несколько раз слышал это люси люси так что это за слово такое приятное слово я говорю это имя люси говорю это или в россии сквы имя людмила сокращенно люсь ну в общем про сокращение он не понял и он не понимает этого до сих пор еще когда мы с ним познакомились он ломал язык понимаете в попытках выговорить мое имя любовь то есть он говорит любого любовь ну я ему говорю да не напрягайся да мы имя можно произносить сокращенно любовь это любая любая может быть либо только любая но он не понял он короче вообще не понял и до сих пор не понимает что любовь это любая николай это коля сергей это сережа екатерина это катя что у нас вот такие вот есть сокращение чего у них нет и поэтому конечно не удалось объяснить ему что люся это людмила поэтому он прицепился к этому имени сказал не называет а больше нашего кота люся это имя нашей дочке а вот и все и с тех пор он приставал к моему животу исключительно обращаясь к нему как к люсе то есть люся как у тебя дела как ты себя чувствуешь в общем ты ела ты не ела в общем к такому неожиданному выбору мы в итоге пришли с мужем и получается что нашу дочь будут звать именно люся произносит он это имя своеобразно хотя пишет именно люся да произносит своеобразно опять-таки начиная со своего со своей фамилии обращаться к ребенку он будет илюся илюся то есть он немножко как бы эту сэ он ее шепелявит и говорит илюся илюся у нас будет и в русской версии это будет у нас люся люся ли получается в русском паспорте ну ничего надеюсь ребенок не будет нас упрекать за выбор такого странного имени люсь пусть будет люсь так теперь немножко новостей о моем состоянии узи очередное прошло хорошо принципе мое состояние всегда оценивается как хорошая то есть я прям такой за эти идеальный образцово показательный дом для ребенка но вот что касается ребенка впервые там какие-то там у врача возникли то чтобы тревоги просто он как человек который обязан обо всем сообщать сказал что вот там наблюдать на наблюдается там какие-то там изменения это только ну не ну что-то там короче наблюдается это не диагноз это не основание там для назначения каких-то обследований возможно там это все рассосется там 28 30 недели но он вынужден это отметить да чтобы не было потом если вдруг действительно это перерастет во что-то ужасное чтобы не было потом претензий что вот он недообследовал не сообщил не увидел и так далее то есть естественно как бы все хорошо но как бы не хорошо когда говорят может что-то там есть такое ну как бы да это не диагноз и не можем вам каких-то обследований назначать и как ничего но просто наблюдать и все как бы все окей но ты сразу начинаешь переживать и думать что это как это насколько это серьезно что это вообще да я понимаю если там ребенку ставит какой-то нехороший диагноз то женщинам хотя бы может там найти какую-то информацию подробную интернете понять что это как с этим жить как это лечить как -то себя настраивать это какая-то вот такая неопределенность вроде это как бы не диагноз но это немножко как бы настораживает скорее всего это рассосется типа да рассосется куда-то денется и так далее и я немножко конечно в таком ну скажу назову это не интеллигентным словом даст таким обосранным настроением вот буду жить до нового года получается следующее посещение у нас в конце декабря ну неприятно тревожно как и любой матери далее я почитала об этом немного в интернете написано в 90 процентов случаев это гипердиагностика то есть бывает бывает случай когда недообследовали что-то не додиагностировали да прошляпали проглядели и это конечно же плохо но встречаются случаи гипердиагностики когда уж слишком вот в корее гипердиагностика это распространено потому что здесь проводится очень частое обследование соответственно отслеживается каждый чих и пух и пук на каждый чих и пук отслеживается и получается может быть какие-то состояния промежуточные они переходные то есть этого не будет действительно это рассосется но сейчас это видишь и ты сообщаешь об этом от женщины получать беременность как некоторые сейчас если вот вам очень захочется написать ой уж лучше так чем вот как у нас там все через жопу не доглядят не до обследует а чем лучше до чем это лучше если бы это действительно была какая-то конкретика если бы могли быть назначены какие-то обследования дополнительные для определенности какой-то что ты понимаешь а что это вообще такое это да это могло бы быть да или был бы какой-то диагноз там поставлен или что-то а это просто как знаете как такое плевок к тебе в душу как соль на на ранку с которой ты будешь ходить вот тебе будет пощипывать мне это очень напоминает то что мне было в начале беременности когда он заохал заахал какие мне пришли анализы что у меня там проблемы щитовидной железой возможно чуть ли там не гипотиреоз я была в шоке я думаю боже как я могу я болею у меня очень больна щитовидная железа я об этом не знаю как я с этим живу я считал себя здоровым человеком какие последствия для меня какие последствия для ребенка вот пока мы не сходили в клинику у нас отправила от вас в клинику на другую большую на обследование щитовидной железы пока мы туда не сходили естественно я каким-то ужасным отравленным настроением ходил мой муж общался со своими подругами которые уже рожали и они говорили ой да нас тоже направляли скорее всего скажешь ничего нету скажи жене пусть не волнуется но тем не менее да с одной стороны все успокаиваю да какая-то фигня да как муж говорил верь себе да и с одной стороны я верила себе что ну блин не могу же я болеть и не знать об этом у меня нет никаких признаков того что может быть какая-то дисфункция щитовидной железы а с другой стороны ну вроде как врачи что-то же понимают уж не просто так на праве и пока мы не сходили в клинику я вот вся хотела тут черная как туча мне на меня накатывали эти грустные мысли естественно я не было там безумно зла когда прошла это обследование и не проверили щитовидную железу сделали узи взяли повторно анализ крови узи показала что вообще ничего нет все хорошо и анализ крови показал уже другие показатели то есть не то что там видел мой врач не знаю в силу чего были такие показательные не сказали что вообще но все хорошо и нет оснований для значения какой-либо терапии серьезной гормональной и даже банальных там бадов типа там как девочки написали там йоду попей это полезно для щитовидки то есть даже каких-то бадов добавочек витаминочек не было прописано потому что ну нет никаких оснований господи здорово здорово на все проценты в щитовидной железа и вот сейчас я опять попадаю в эту токсичную ситуацию когда вроде как бы что-то есть но скорее всего это несерьезно но скорее всего мы не выясним это еще не скоро да потому что обычно там если это наблюдается только 28-30 недели это там проходит и так далее то есть для меня вот эта мысль что я буду жить с таким настроением с таким перепадом и настроение думать так хорошо мне или нехорошо какой-то диагноз не был поставлен потому что во-первых у меня был хорошие результаты скрининга на пороки развития то есть очень мало мало вероятность развития каких-либо пороков и как правило если это то что увидел врач это может говорить о серьезных патологиях это должно сопровождаться другими изменениями какими-то аномалиями развитие тела или органов увеличенной головой и так далее но этого ничего нет да соответственно есть только вот один этот маленький пунктик остальное остального ничего нет то есть никакие там анализы не какой-то внешний вид ребенка его состояние это не подтверждают потому что он абсолютно маленький складники там здоровенькие как говорится все у него на месте руки и ноги и голова самая обычная соответствует средним нормам потом по всем таблицам вот этим вот то есть ну вот такая вот я попала в такую сейчас психоэмоциональную ловушку и буду видимо время от времени вот рефлексировать и переживать и думать у меня хорошо все или у меня нехорошо у меня будет здоровый ребенок или у меня будет нездоровый ребенок или вот буду ходить думать травить себе душу ну потому что ну по-другому нельзя я думаю любая женщина на моем месте испытывала бы точно такие же эмоции итак спасибо всем кто смотрит мой канал закругляюсь со своей болтовнёй не забывайте ставить лайки поддерживать мой канал всех люблю целую и пока пока пока